1-0. Автор гола Гаиско Мендета. Кстати, он и забил ответный мяч ворота бразильского клуба Батафуга. Итак, 1-0. Но в числе бьющих в середине поля футболиста находится и Валерий Карпин. Я все чаще повторяю его фамилию, его имя, потому что мне безинтересно любителям футбола Российской Федерации как выступает этот футболист, бывший московский спартаковец в составе своего нового клуба Валентий. Итак, бразильцы будут бить. Форхо Бартуаль замер на линию ворот. И тоже правый от гулкипера угол бразильский точно направляет мяч в сетку ворот 1-1. Валерий Карпин направляется к однисметровой отметке. Валерий Карпин. И в воротах Вагнер-Силова. Хорошо. Очень уверенно пробил правый угол. Вагнер-Силова хоть и реагировал на этот удар. Тем не менее, мяч влетел в сетку. 2-1. Впереди Валенсия. Хорошее настроение. Вот справа Антонису Биссаретто. Гулкипера Валенсии и сборной команды Испании. Как хорошо он защищал ворота испанской сборной на чемпионате Европы. В Англии тем не менее, испанским футболистам это не помогло. Может быть, чуть-чуть не повезло испанцам. А тем временем бразильцы готовятся к своему второму удару. Ну, очень футболисты техничные. Трудно голкиперам своей другой команды отражать удары. Разве что кто-то пробьет мимо ворот. Сильный удар прямо по центру. И так бьют в пенальти в современном футболе. Ну, голкипер срывается в угол. Может быть, пытается предугадать полет мяча. А тем временем сильный удар по центру ворот. Но для верности именно по центру. И счет становится 2-2. Итак, счет мячейный. Испанский футболист. Вы видите, как готовятся к пенальти футболисты в Валенции. Испанский футболист подходит к мячу свисту. Бразильцы свист. Удар. Обманывает. 17 номер Хосе Игнасио Уртадо. Обманывает голкипера Вагнера Силову. И счет становится 3-2. Впереди команда Валенсия. Сейчас уже симпатии разделились. Я вижу часть. Мы видели футбола. Северная Осетия. И гости, привывшие сюда. В Владикавказ. На финальные матчи. Болеют за Батафога. Другие болеют за Валенсию. Это слышно по реакции. Трибун. Подходит футболист Бразилии. Такой шум создается, чтобы как-то подействовать на психику. Футболист обрушится совсем не по-спортивному. И тем не менее, вот болельщики желают, часть болельщиков желает победы одной команде. Другая часть болельщиков желает победы другой команде. Так что бразильцы бьют. Удар. Сильный удар. Очень мощный удар. Сейчас становится вновь равный 3-3. Форхе Бартуаль реагировал на удар. Ну разве можно, как из пушки мяч полетел в нижний угол. Ну что, дело сделано. Футболист Бразилии так бодро побежал к центру поля. Машин приветствует зрителей, собравшихся сегодня на трибунах стадиона. А тем временем готовится к испанцам. Ведь уже четвертый пенальти. Вы знаете, в прошлом году был такой момент, когда в матче за третье место счет был равный. И по пенальти победила одна из команд, не важно какая-то, счетом 12-11. Вот только пенальти били. Удар. Бразильский голкипер в броске отражает удар под восторженную реакцию в трибун. И счет становится уже не в пользу испанской команды. И так, уже вышли вперед бразильские футболисты. Сейчас будет четвертый удар. Теперь главное бразильцам забить оставшиеся два мяча, не промахнуться. И тогда уже ничего не сможет спасти футболистов испанской Валентии. Но все еще может произойти. И посмотрим за четвертым страхным ударом в исполнении футболиста из Батафога. Бразильцы впереди. Приветствуют автора вот этого гола, приветствуют трибуны. Вот трибуны республиканского стадиона во Владикавказе. Хорошее настроение. Шумно будут возвращаться молодые поклонники кожаного мяча по улице Владикавказа с флагами. Ну все это будет, конечно, в пределах правил уличного дорожного движения. Тем не менее, много шума во Владикавказе. Удар испанца. Гол. И так все может решить вот этот удар. Пятый раз гильские футболисты. Пятый раз к мячу. Любители футбола. В ожидании, может быть, развязки этого увлекательного финального поединка. Грустно расставаться с большими мастерами кожаного мяча. Владикавказ стал вот на эти дни, наверное, центром футбольной жизни Российской Федерации. К нему прикованы взоры информационных агентов в Испании, Франции, Бразилии. Очень много журналистов сегодня здесь. И так бразильцы бьют. А этот старт может решить все. Все. Победа Батафога, обладатель главного приза международного футбольного турнира на Кубок Президента Республики Северная Осетия Алания. От души поздравим замечательных мастеров бразильского футбола с победой. Трибуны приветствуют прекрасных футболистов из Батафога. В прошлом году в финале турнира играла команда Атлетико Мадрид. Здесь он в Некавказе. Стала чемпионом Испании. Может быть, вот теперь клуб Батафога, знаменитый клуб из Бразилии, сможет достичь своей заветной цели выиграть Кубок Либертадорос. Кубок для лучшей клубной команды Южной Америки. Итак, самый торжественный момент футбольного турнира. Вот этот Кубок. Красавец Кубок, который будет вручен капитану бразильской команды Батафога Вильсону Готтардо. Президент Республики Северной Сети Аланья Аксарбек Галазов. Это вы видели Валерия Газаева, главный тренер Аланья. А вот Аксарбек Галазов произносит поздравительную речь и кубок в руках у капитана бразильской команды Батафога. Прекрасный успех бразильского клуба. И вот вы знаете, как...